В день физкультуры и спорта в нашем городе состоялось событие, важность которого трудно преувеличить. На базе Международной академической школы Одесса торжественно открыли многофункциональный стадион, который соответствует всем международным стандартам. Многофункциональность арены в том, что она состоит из трех частей. Это современная игровая зона для проведения соревнований по футболу, гандболу, волейболу и множества других видов спорта. К тому же здесь создана отдельная детская зона. Также есть современная площадка для воркаута. Спорткомплекс расположен на свежем воздухе, но полностью защищен от проникновения осадков. Стадион будет использоваться учениками школы будущего на уроках физкультуры. Помимо этого, открытый спорткомплекс станет новой локацией для проведения всеукраинских и международных соревнований. Вместе с президентом учебного учреждения Сергеем Киваловым на торжественном открытии стадиона присутствовало руководство области и города, а также главы различных спортивных федераций. Как прошло знаменательное событие для спортивного сообщества Одесского региона, узнавали мои коллеги. Польза здорового образа жизни общеизвестна, и вот уже долгие годы не подлежит сомнению. Качественное сбалансированное питание, крепкий сон, частые прогулки на свежем воздухе, физические упражнения – все эти аспекты помогают укреплению организма. В Международной академической школе Одесса любовь к спорту прививают с первых дней обучения, а правильное физическое развитие ребенка является одним из важнейших приоритетов. На базе одной из лучших школ не только региона, но и всей Украины, ко дню физической культуры и спорта, открылся новый спортивный объект, построенный в соответствии со всеми международными требованиями и стандартами качества. Многофункциональный спорткомплекс предназначен для проведения городских, всеукраинских и международных соревнований. Но в первую очередь это мощная спортивная база для тренировок и занятий учеников инновационного образовательного комплекса. Мы открываем наш летний спортивный комплекс. И для нас, и для области, и для города это, наверное, событие. Почему? Потому что мы выполняем главную стратегическую задачу нашего государства воспитание подрастающего поколения. А спорт является одним из главных элементов воспитательного процесса в нашей стране. И в первую очередь в школе. На открытии спортивного комплекса присутствовали почетные гости. В частности, глава облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, замок губернатора Борис Волшенков и Светлана Фабрикант, депутат областного совета, глава Одесского областного совета мира Тамила Афанасьева, директор областного департамента здравоохранения Натальи Адарий Захарьева. Все, кто работает с молодежью, прекрасно знают, насколько важным для развития будущего поколения является физическая активность. Ведь спорт – это и здоровый образ жизни, и формирование нравственных ценностей, силы духа, воли, характера и, что немаловажно, умение быть частью команды. Капитан сборной команды Украины по гандболу губернатор Сергей Гриневецкий всячески приветствовал появление в области такого масштабного спортивного объекта. «Свято без подарунків не бывает, и я очень рад, что учебный граждан города Одесской области Сергей Гриневецкий подарил такий майданчик, сучасный. Ну, вы знаете, когда вы чувствуете желание выйти на майданчик и с молодью играть второй тайм, то это всегда вдыхает на какую-то новую перспективу. И я уверен, что именно такие примеры будут давать импульс и для других меценатов, потому что это действительно в зереции пример того, как нужно развивать материальную базу, как нужно привести молодь к физическому и духовному образованию. Больше того, скажу, очень интересная технологическая конструкция, которая даёт возможность работать в будь-який сезон и даже в вечеринке. Для меня, как человек, который занимался и занимается спортом, ну, это просто радость, что есть такая возможность долучиться и быть рядом с игроками. Для нас огромная честь. Я вот как секретарь наблюдательного совета юридической академии уже с самого начала присутствую, как началась строиться школа. Мы приходим, и каждый раз что-то новое, что-то интересное. И вот сегодня, правда, заметил Сергей Васильевич, что здесь два бассейна. Если президент говорит, что в Великой Медовнице ставит хотя бы один бассейн, то здесь два бассейна. И, конечно, то, что сегодня открылся спортивный майданчик для детей, что сегодня представлено огромное количество видов спорта на территории школы, что дети могут развиваться, начиная от единоборца, заканчивая просто даже черлидингом. То есть это очень хорошо, потому что дети – наше будущее. Дети должны за ним быть здоровыми. И это всё происходит благодаря спорту. Я очень рада, что действительно такие происходят добрые и правильные события в нашем городе, особенно в такое сложное время экономическое. Это очень похвально. Концертная программа, приуроченная к открытию спортивного объекта, началась с шествия студентов и выпускников Национального университета Одесская юридическая академия, Международного гуманитарного университета профильного колледжа МГУ и юридического колледжа, которые прославили учебные заведения на весь мир. А также гордость нашего региона – воспитанники боксерских клубов Академия бокса, «Братья», «Атаман», «12 унций» и «Коган Тим». Колонну возглавил заслуженный тренер Украины, наставник чемпиона мира по боксу среди юниоров Юрия Захареева Игорь Юрескул. Торжественные открытия в Международной академической школе Одесса начали с гимна Украины в исполнении ученицы школы искусств, работающей при образовательном учреждении. Торжественно перерезали ленту и открывали стадион. Президент Международной академической школы Сергей Кивалов совместно с главой областной администрации Сергеем Гриневецким. Ученики и почетные гости провели первый исторический гандбольный матч на стадионе, после чего инициатор создания спортивной арены и губернатор оставили свои подписи на мяче на память об этом событии. За прошедший учебный год ученики принесли в спортивную копилку школы уже множество наград и медалей. Буквально несколько дней назад на соревновании Международного уровня по плаванию Оушенман Одесса 2021 у учебного заведения появились новые чемпионы. В честь открытия спортивного комплекса участников соревнований наградили почетными грамотами. Ученики Международной академической школы Одесса на протяжении прошлого учебного года показали себя с разных сторон, но больше всего побед принесли юные спортсмены. Спортивный флешмоб с показательными выступлениями открывала школьная команда по чирлидингу. Также свои навыки продемонстрировали воспитанники боксерских клубов Академия бокса и 12 унций, представители института Окинавского Гадзюрю карате и Кабудо-Джун-Даган Украины и спортсмены по казацкому поединку. Сегодня нам предоставляется честь побывать на открытии нового стадиона Академической школы. Тут соответствуют все стандарты для поведения международного и всеукраинских турниров по любому виду спорта. Опять же таки, стадион представляет из себя много чего нового, много чего обещающего. Я думаю, тут еще много и не один турнир будет проведен Одесской области, чемпионата Украины, возможно, даже международного комитета. Спортивный комплекс предоставляет себе очень хорошие условия тем, что тут можно постелить татами, здесь можно поставить тринг, клетку, то есть любой вид спорта, соревнований, футбол, стадион все это учитывает, поэтому, думаю, тут ни один вид спорта можно увидеть и провести турнир. Закрывал концертную программу танцевальный коллектив «Счастье национального университета Одесская юридическая академия». После всех выступлений гостей открытия ждала большая анимационная программа с профессиональным детским аквагримом. Я еще занимаюсь спортом, чтобы я всех мог победить. Каким спортом ты занимаешься? Ну, боксом, питажским боксом, а еще боевой я раньше занимаюсь и плавой. Хочу быть чемпионом мира. Мне бы очень было бы удобно. Мне нравится этот комплекс. И мне нравится этот комплекс. А чем нравится? Тем, что... Ну, тоже чем. Тут большой зал, большое помещение, большое, еще есть площадка. Тут очень много места. Мы можем заниматься на нем чирлидингом, там очень много места. Я это уже говорил. Там такая команда и хорошо тренируют. Несмотря на юный возраст, школа плодотворно сотрудничает со многими спортивными федерациями, которые представляют в нашей области популярные и массовые виды спорта. Поддержать открытие нового образцового объекта спортивной инфраструктуры Одессы пришли глава Одесского областного отделения комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины, президенты федерации области по боксу, греко-римской борьбе, вольной борьбе, дзюдо, самбо, тэквондо, смешанным единоборством ММА и казацкому поединку. Гости праздника высоко оценили результат плодотворной работы. Я восвешен таким видом. Действительно, я здесь впервые, действительно, смотрю. Сегодня праздник, действительно, комплекс, спортивный комплекс, академический школа Одессы, действительно, таких аналогов, я думаю, нет. В Одесской области это точно, даже, я думаю, и в Украине, потому что это, я уверен, что он соответствует международным стандартам и будем также, конечно, проводить тут турниры, надеюсь. Сергей Васильевич всегда поставит плечо свое, всегда помогает не только боксу и другим видам спорта. Комплекс, вот сегодня, видим его первый раз, прекрасное состояние и, как всегда, он соответствует всем, не только всеукраинским, но и международным стандартам. Юридическая академия всегда показывает, если говорить по комплексам спортивным и вообще конструкциям, построениям, это всегда очень качественно все сделано, качественные покрытия, продумано все до мельчайших деталей, вплоть до того, что сидения уже более новые, более современные, удобные. То есть, юридическая академия всегда думает за всех и обо всем, и спорт у нее прежде всего. Сергеем Васильевичем Гиваловым мы сотрудничаем уже очень давно, благодаря ему мы проводим очень много различных мероприятий, и не только мы проводим, и мы и друзья восточники, которые тоже развивают боевые искусства и спортивное единоборство, замечательные площадки для проведения семинаров, соревнований различного уровня, международного уровня, кстати говоря. Вот. А сегодня открылся вот этот замечательный комплекс, тоже еще плюс один хороший, замечательный, прекрасный комплекс, благодаря работе и усилиям Сергеем Васильевичем Гиваловым, его командой. Польза физической культуры не ограничивается только здоровительными функциями. Спорт – это еще и отличное настроение. Высокий жизненный тонус и прекрасная основа для стремления к успеху, новым свершениям и плодотворному труду. Представители и руководители областных федераций различных видов спорта и постоянных партнеров школы отмечают, что развитие спортивной инфраструктуры не только города, но и региона поможет юным спортсменам в достижении лучших результатов. Городу Одессе необходимы такие спортивные учреждения и чтобы действительно с каждым годом все больше и больше детей и молодежи имели возможность себе позволить тренироваться именно на таких площадках, в таких вот прекрасных заведениях. Поэтому спасибо огромное. В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо Сергею Васильевичу за то, что, за его идею, за его труд, за тот вклад, который он внес вместе с руководством Одесской области и города Одессы. Во-первых, комплекс международной академической школы выглядит на европейском уровне, достаточно высоком, поскольку я много езжу, принимаю мероприятия чемпионата мира и Европы. Поэтому соответствие по всем стандартам европейским. Я очень горд, что у нас в городе Одесса появилась такой спортивный комплекс и такая международная академическая школа. Мы много лет сотрудничаем с Сергеем Васильевичем Киваловым. Он очень много делает для развития не только всего спорта, но лично моего вида спорта боксу очень сильно хорошо помогает. Турнир Трестина, турнир Литвака всегда проводится на базе Юргийской академии. Я рад, что мои боксеры становились неоднократно победителями этих турниров и Трестина, и Литвака. То есть я с удовольствием приехал сюда поздравить с открытием Сергея Васильевича Кивалова за его помощь в спорту в Одесской области. Благодаря команде единомышленников спортивный комплекс вырос всего за год. При возведении нового объекта спортивной инфраструктуры города были использованы лучшие материалы. А в само строительство не было вложено ни копейки бюджетных средств. В постройке нового стадиона были применены инженерные и конструкторские расчеты для возведения арки высотой 18 метров. Чтобы спортивное сооружение было устойчивым, под ним залили бетонный фундамент толщиной в 1 метр и основу глубиной 2 метра, которые при возможных природных явлениях позволят объекту оставаться максимально безопасным. Положенное напольное покрытие универсально для любых видов спорта, а тент над стадионом позволит проводить игры при любой погоде. В распоряжении болельщиков трибуны, на которых установлены 260 эргономических кресел, а для самих спортсменов обустроены отдельные раздевалки, которые оборудованы всем необходимым, в том числе душем с теплой водой, которая подается солнечных коллекторов, установленных на крыше школы. А ведь еще несколько лет назад здесь была мусорная свалка на фоне заброшенных строений. Совсем недавно еще на этой земле было пусто. Были непонятные строения. И то, что случилось за несколько лет, благодаря, будем прямо говорить, компания «Секон» принимала участие, действительно. Но если бы не было организационной направляющей роли Сергея Васильевича открытие нового спортивного стадиона на территории нашей школы и открытие детской развивающей площадки. Мы очень рады этому событию, потому что теперь у наших деток появилась возможность заниматься спортом, уроками, проводить уроки физкультуры на открытом, свежем воздухе. Также у наших деток появилась возможность проводить время во время группы продленного дня на улице, на детской площадке, играя, развиваясь. Знаете, ни для кого не секрет, что Международная академическая школа Одессы является центром развития физического и духовного развития молодежи. И знаете, что в структуре Международной академической школы состоит и спортивные комплексы, и мультифункциональная спортивная площадка, и много-много чего, и два бассейна с трехуровневой фильтрацией. И знаете, сегодня для нас большое событие открывается еще один спортивный комплекс нашей школы, который будет наивысшего международного уровня проводиться самые престижные топовые мероприятия спортивного уровня. И я хотела бы сказать, что именно благодаря Сергею Васильевичу Кивалову, президенту нашей школы, вот уже многие годы в нашем городе, он как почетный гражданин нашего города, многие годы развивает спортивное направление, которое направлено на развитие наших детей, молодежи, будущего поколения. И для наших школьников на самом деле основополагающее направление. И действительно дети имеют такую уникальную возможность развиваться, заниматься спортом, усовершенствовать свои навыки, ну и конечно же представляют нашу школу на наивысших соревнованиях и мероприятиях. Буквально в шаге от многофункционального стадиона построена детская спортивная площадка. Специальное мягкое покрытие делает ее полностью безопасной для детей. В школе дети могут пройти полноценную спортивную подготовку, а впоследствии стать профессиональными спортсменами, олимпийскими чемпионами и гордостью нашей страны. Представьте себе такую картину. На малой открытой площадке первоклассник делает первые упражнения. А уже через 7-8 лет он член сборной Украины и принимает участие на большой открытой площадке в юношеском чемпионате Европы. Вот посмотри, какие мы тренажеры сделали именно для начальной школы. Это первый класс, второй класс. Мы сделали все для того, чтобы им хотелось выйти из класса и находиться здесь. И меня радует еще и то, что даже после школы, казалось бы, нужно ехать домой, родители приезжают, они приходят сюда на эту площадку. Значит, мы все правильно делаем. Мы в свое время правильно выбрали место, в свое время правильно сделали, что построили здесь именно школу будущего. Мы ее так назвали и она подтверждает свое название. К нам потянулись все федерации спорта, которые есть в Одессе. И не только областные, но и общеукраинские. Здесь будут проходить соревнования не только среди школьников. Я уверен, что чемпионаты области будут и Украины, и Европы. Это очень долгожданное событие, как и руководством школы, так и ее детям, детям, учителям. Всем очень нравится. Вот сегодня у нас как раз происходит игра по гандболу. Эта спортивная площадка предназначена в первую очередь для школьников, для школьников международной академической школы Одессы. Но также она предусмотрена для проведения всех европейских соревнований международных. Площадка сертифицированного всеми требованиями имеет соответствующие размеры и покрытия. Также в нашей школе предусмотрена и площадка для занятий физкультуры зимой. Это на третьем этаже у нас также находится крытый наш стадион, спортивный комплекс, бассейн. Тут есть все необходимые условия для занятия спортом для деток и для профессионалов. Задача школы – заботиться о поддержании физического здоровья ребенка. Принятая национальная программа президента Владимира Зеленского «Большая стройка», которая сейчас находится на этапе реализации, предусматривает строительство школьных бассейнов. В Международной академической школе Одессы установлен не один бассейн, как заложено в программе, а сразу два. Образовательное учреждение может похвастаться олимпийским бассейном с шестью дорожками и трибунами и малым бассейном, где ученики младших классов осваивают элементы спортивного плавания. К слову, плавание – обязательная школьная дисциплина с первого класса. И вот сегодня губернатор Сергей Рафаилович Гринемецкий сказал, вот это будущее, такие должны быть школы, построенные в Одессе, и не только в Одессе, и в других городах. В Киеве, если что-то построили, вся страна знает. И они говорят, что лучшее строится в Киеве. Я теперь уверен, что будут говорить, что лучшие школы, лучшие университеты строятся именно в Одессе. И очень важно, что мы не использовали денежные средства ни с городского бюджета, ни с областного бюджета, ни с государственного бюджета. Нашли тех, кто неравнодушен к образованию, к развитию спорта. И вот мы, объединив команду, построили именно то, что вы сегодня видите. Я горжусь этим проектом, и думаю, что еще в Одессе появится не один такой проект, которым все одесситы будут гордиться. В этом году началась активная программа, которая называется «Великое строительство», и она началась в прошлом году. В этом году это объекты по всей области. Это спортивные майданчики, это школы, в школах спортивные зали, басейни. И мы бачим, что включается в эту работу не только там, где идет финансирование из бюджета, но и находят кошки также, и спонсоры, и волонтеры, которые дают допомогу. Мы бачим один из таких прикладов на Международной академической школе Одесса. Завдяки инициативе, поддержке Сергея Васильевича Кивалова введено в дю такий прекрасный комплекс. И это момент развития спорта, потому что тут подемонстрировали нам уже дитки разные виды спорта. Тут и силовый виды спорта, и рабовый виды спорта. И здаётся, что они таким чином демонстрируют среди своего поколения лучшее отношение, чем сидеть на телевизоре, посидеть біля гаджетов, присвячивать своему розвитку. И тут створены прекрасные умы. Если раньше там кто-то говорил, что чем бы там не увлекалась молодёжь, всё было как-то не так, сегодня модно быть здоровым, красивым, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. И Международная академическая школа, и вся спортивная инфраструктура, которая здесь создана, она этому благоприятствует. Поэтому, конечно же, можно говорить, что те азы, то, что заложено сегодня, не только традиции нашего города, но и то, что сегодня поддерживается руководством страны, вот здесь самое, что ни на есть, яркая иллюстрация того, как хотелось бы, чтобы было везде. Во всех школах, во всех регионах Украины, ну и в целом во всей стране. Воспитанники школы будущего уже показывают результаты занятий. Только в этом году ученики стали участниками международных соревнований Ocean Man Kids. Ежегодно турнир проводят в десятках стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Одесса – единственный украинский город, где состоялся подобный заплыв. Благодаря сильной материально-технической базе, тренерскому составу подготовить детей к Ocean Man было довольно просто. «Мы видим, что в этой школе постоянно идут новшества, и сегодня мы стали свидетелями символически в День международной культуры и спорта, что открытие уличного стадиона – это уже третий этап, направленный на воспитание наших учеников и просто жителей города Одессы. Это уличный стадион. Первые два этапа, в чем, напомню, что у нас открыт спорткомплекс с бассейном, двумя бассейнами для самых маленьких детей и уже постарше, и спортзал, аналогов которых, в принципе, в Одесской области точно нет, а в Украине, я уверен, что могли банкурировать за лучший спортзал. И сегодня мы уже открываем летнюю площадку для полноценного, мультифункциональной, которая покроет все запросы. Она готова проводить как баскетбольные, так и футбольные, волейбольные, гандбольные, теннисные турниры и различного рода мероприятия, направленных на развитие культуры и спорта у детей. Понятие активный, подвижный образ жизни абсолютно синонимично здоровому образу жизни. К слову, в областном департаменте здравоохранения утверждают, что в Международной академической школе, благодаря усилиям почетного гражданина города Одесса, Сергея Кивалова созданы все условия для развития будущего чемпиона с юных лет. Школа на высшем уровне. В першу чергу бачу, як той самий стілець під диток, розрахований отопедичний, і це є вже здоров'я диток. Будуть здорові дітки, буде здорова нація. Це за що ми боремся і до чого ми йдемо сьогодні. Не можу не тронути тему вакцинації. Вакцинація – це є боротьба з пандемією. Вчителі цієї школи провакциновані. Спортсмени наші перші вийшли на вакцинацію. Тренери провакцинувались. Тому, ну, всім бажаю здоров'я, миру, злагоди. Международна академическая школа всего за год работы сумела реализовать проект спорткомплекса европейского уровня. При його строительстве большое внимание уделялось именно безопасности і здоров'ю молодых спортсменов. На базі образовательному учреждению объединены все популярные спортивные направления. Помимо двух бассейнов, в школе работает фитнес-зал, который включает в себя три зоны, начиная от таких активных видов спорта, как фейрикс и бокс, до занятий йогой і восстановительной физиотерапії. Более того, здесь расположен спортзал для проведения международних турниров по мини-футболу, баскетболу, гандболу, волейболу і теннису. Спортивний объект принял уже несколько десятков региональных і всеукраинських соревнований по художественной гимнастике, черлидингу, танцам, боксу и многим другим видам спорта. Губернатор Сергей Гриневецкий еще на этапе строительства посещал Международную академическую школу и всячески поддерживал создание инновационного образовательного учреждения. Те раздевалки, которые выходили в спортивный зал, мы после посещения Сергея Гриневецкого в наш спортивный комплекс, это было три года назад, мы переделали спортивный зал. Мы сделали так, как предусмотрено ГОСТами, как предусмотрено тем требованиям, которые сегодня предъявляются для проведения европейских разных соревнований. И мы сделали, и он не безразличен, и он пришел сегодня сюда к нам на площадку и искренне радовался то, что в Одессе сегодня появился такой спортивный комплекс. Я відверто могу сказать, что это один из самых лучших спортивных комплексов на певдю Украины. Вон полностью готовый для принятия европейских соревнований. Переконанный, что ближчим часом будет получена европейская сертификация. И я вважаю, что те технические умовы, которые мы обговорили еще два года назад, были выполнены на высоком технологичном уровне. Передачено и освещение, соответственно, европейского стандарта, и кондиционирование поветря, контроль за влогистью, работа всех санитарных комнат, для тренеров, для судей. То есть весь комплекс вопросов вырешено, и очень качественно выполнены будильные работы, отдельно благодаря Сергею Васильевичу Кивалову, и отдельно благодаря Леониду Яковичу Кричкову, который безусловно керувал будильными работами. В спортивной карьере каждого чемпиона немалую роль отыгрывает и площадка, на которой спортсмен тренируется. Приглашенные гости и титулованные спортсмены уверяют, что на новом спортивном комплексе Международной академической школы Одессы вырастет еще не один чемпион Украины, Европы и даже мира. Ведь создатели учреждения подошли к строительству стадиона с полной ответственностью и уверенностью в спортивном будущем молодежи. Сергей Васильевич Кивалов, хоть и не тренер, но он меценат, человек, который сделал много для Одессы, для того, чтобы наша молодежь двигалась в правильном направлении. Такого уровня спортивных площадок в Одессе очень мало. Но мы видим в каждом университете, в котором открывает Сергей Васильевич, все лучше и лучше спортивные площадки, условия для спорта. И также вот я заходил в школу академическую. Такого спортзала европейского класса, размеров нету нигде в Одессе. Видно, что организаторы, они вложили душу и хотели сделать как можно лучше, как можно красивее. Я смотрю со своей стороны, что здесь можно провести и турниры по боксу, поставить ринг. Ну, будет прекрасно. Я думаю, свежий воздух. И вообще сама организация площадки очень удобная. Хорошая территория, закрытая. И я думаю, что детки, которые я здесь посещаю, они будут радоваться тому, что такие прекрасные условия созданы для них. Я много по жизни поездил по Европе, по городам мира. И сегодня я восхищен вот этим всем, что делается сегодня в Одессе, что делается под руководством Сергея Васильевича Кивалова. Да, действительно, это центр высшей спортивной квалификации. Здесь можно проводить чемпионаты мира, Европы. И мы на 2022 год взяли сюда проведение чемпионата мира по спортивным единоборствам. Тем временем, руководители спортивных федераций уже вовсю работают над новым спортивным календарем, выбирая оптимальную дату и место проведения тех или иных соревнований. С 11 сентября в этом календаре у многих спортивных организаций появится и многофункциональный стадион на Академической 30. Это чудо, когда появляются такие спортивные комплексы такого уровня, с такой подготовкой, вот я вижу, и действительно, которая отвечает мировым стандартам. Мне всегда приятно присутствовать на открытии новых спортивных объектов, потому что, ну, спорт, лучше мы будем вкладывать в спорт то, что и делает Сергей Васильевич Кивалов. Мы очень рады этой инициативе. Благодаря этому Одесса становится спортивным центром Украины. И сегодня, опять же, создан новый центр, новый центр побед, новый центр чемпионов, где будут создаваться самые лучшие спортсмены, лучшие условия и лучшие команды Одессы. Свой подарок открытию спортивного комплекса подготовил юным футболистам и один из самых титулованных клубов Восточной Европы – Донецкий шахтер. Это мячи и форма будущим звездам популярной игры. На празднике, в частности, присутствовал игрок сборной Украины и шахтера, участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов Богдан Бутко. «Знаете, когда, к примеру, я тренировался на полях, то это были гаревые поля, это был песок, это был щебень. То есть особо там не разгуляешься и, грубо говоря, не вырастешь в каком-то плане хорошем. Поэтому сейчас в этой академической школе, в этой уже как бы здесь все на высшем уровне. Поэтому, я думаю, дети быстрее будут подрастать, как профессионалы уже. Поэтому здесь все супер и побольше бы таких, как бы сказать, мест». Одесский спортивный треугольник. Теперь так можно называть функционирующую сеть стадионов и спортплощадок, расположившихся на фонтанской дороге 23-33, а также на академической 30. Одесская юрокадемия, Международный гуманитарный университет, Международная академическая школа Одесса ежегодно подтверждают статус самых спортивных образовательных учреждений страны. Лучшего отмечания Дня физкультуры и спорта, чем открытие новой качественной и долговечной инфраструктуры «И придумать трудно». «Я искренне всех поздравляю с Днем физкультуры и спорта. Я хочу, чтобы все были здоровы и счастливы. Я хочу, чтобы все были успешными. А для того, чтобы это было, нужно любить спорт». Спасибо. 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 Спасибо.